Формула качества 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 Согласитесь, глядя на все происходящее Начинаешь верить в безграничные Человеческие возможности Точнее, безграничные возможности Человеческого организма Круто, наверное, слабо сказано Мы его многофункционально, ярко, динамично Эффективно И надеюсь, конечно же, что Мы смогли убедить, показать И заинтересовать других людей Заниматься активно Спортом, фитнесом И своим здоровьем Самое главное И этого самого главного Организаторам удалось добиться Ведь, судя по лицам зрителей Равнодушных Ко всему происходящему На форумной площади Просто не было Знаете ли вы, что наше здоровье Только на 12% Зависит от врачей И на 80% От нас самих Вооружившись этой истиной Давайте с особым вниманием Послушаем и посмотрим Что нового о здоровье И о том, как его сохранить Подготовила для нас Ирина Ищенко Я Ирина Ищенко Здравствуйте Наверняка многие убедились Что нет волшебной таблетки От всех болезней Более того Медикаментозное лечение Имеет как положительный результат Так и побочные эффекты Именно поэтому Многие люди прибегают К физиологичным То есть естественным Для организма Способом лечения Профилактики И омоложения К этим способам Относится герудотерапия Это пиявки Живые лечебные организмы Давшие название Герудотерапии Герудина в переводе С латинского Значит пиявка Этот метод лечения Оздоровления И омоложения Человеческого организма Один из самых древних Проверенных Тысячелетиями То что практически Неощутимый Укус Маленькой пиявки Дает здоровью Человека Заметный Целебный эффект Знали еще В древней Индии И Египте Иране Китае Так легендарная Клеопатра В благодарность За свое чудесное Исцеление Распорядилась Изображать Этих Невзрачных Лекарей На стенах Гробниц И построек Лечение Живой иглой Глубоко Исследовал И широко Применял Великий Авиценна И в наши дни Герудотерапия Широко Применяется Как универсальный Практически Не имеющий Противопоказаний Метод лечения Пиявки Очень любят Внимание Поэтому Наш день Начинается С 8 утра И заканчивается В 6 вечера Они любят Купаться Они Любят Они не любят Солнышко Они любят Прохладу Поэтому Требуют К себе Внимания И забот Лечение Каждого Человека Методом Герудотерапии Проводится По индивидуальной Схеме С учетом Основных Механизмов Развития Заболевания И особенностей Организма Доступность Эффективность Относительная Легкость В использовании Почти полное Отсутствие Побочных Эффектов Возможность Применения Независимо От пола И возраста Делают Лечение Пиявками Все более Популярным Во всем Мире Противопоказания Есть В герудотерапии Да, конечно Для основных Для всех Методов Лечения Для герудотерапии Есть противопоказания Один из основных Это несвертываемость Крови Анемия Что в нашем случае Нет Так как Анализы Я ваши Посмотрела В нашем случае Этого нет Также Онкологические Заболевания И Непереносимость Герудина Я думаю Мы сможем С вами Заняться Герудотерапией Понял Спасибо Я для этого И пришел Ученые доказали Что эффект Действия Пиявки Связан С биологической Ценностью Ее слюны В секрете Слюнных Желез Медицинской Пиявки Находится Множество Уникальных Биологически Активных Целебных Веществ Которые Невозможно Получить Искусственным Путем Это не по силам Даже Генной Инженерии Все Пиявочки Лечат Как вы себя чувствуете? Отлично Вы что-то Чувствовали Во время Вкуса? Практически Нет Тепло Голова Кружится? Нет Все Лечение Займет В течение 15-20 минут Пациент Расслабляется Отдыхает Подумайте О чем-нибудь Хорошем Во время Процедуры Хорошо Герудотерапией Предшествует Ряд Исследований Общий Анализ Крови Лейкоцентарные Пробы Герудотерапевт Должен убедиться В отсутствии Какого-либо Воспалительного Процесса В организме Или сопутствующих Патологий Являющихся Противопоказаниями Герудотерапия Это лечение Пиявками Каждая Пиявка Своей слюни Содержит Более 200 ферментов Нам известно Всего Несколько Но Их эффект Просто Незаменим Это влияние На биологически Активные Точки Рефлексогенные Зоны И плюс Действие Фермента Который Обладает Своим Замечательным Качеством Не смотрите С высока На эти Живые Лечебные Организмы Они могут Очень многое В частности Позволяют Людям Худеть Без ущерба Для здоровья Избавляться От сердечных И эндокринных Патологий Заболеваний Желудочно-кишечного Тракта Бронхолегочной Системы Герудотерапия Обладая Мощным Омолаживающим Эффектом Незаменима В косметологии Укус Пиявки Вызывает В организме Приятную Ответную Реакцию Выброс Эндорфинов Поднимающих Настроение Герудотерапия Мы можем Не только Лечить Заболевания Но и Проводить Профилактику Это профилактика Инсультов И инфарктов Заболевания Сердечно-сосудистой Системы А также Лечение Лечение Урологических Заболеваний Лечение Заболеваний Гинекологических Заболеваний Артрозы Артриты Остеохондрозы Грыжи Диска Все это Будет Входить В перечень Показаний Для герудотерапии Чтобы послужить На благо Здоровья Человека Каждая партия Медицинских Пиявок Проходит Тщательный Отбор И контроль Имеет Сертификат Соответствия У новороссийцев Появилась Возможность Пройти курс Герудотерапии В муниципальном Учреждении Здравоохранения В городской Поликлинике Номер 5 В это благодатное Время Так и тянет На природу Это замечательно Но Стоит помнить О том Что С мая Месяца По конец Августа В траве В тенистых Местах Есть Такие Насекомые Как клещи И от них Стоит Защищаться Как это делать Нам расскажут Специалисты Клещевой Клещевой энцефалит Тяжелая Вирусная Инфекция Которая Поражает Центральную И периферическую Нервную Системы Ее опасное Осложнение Нередко Приводят К параличам И даже Летальным Исходам Носители Этой страшной Инфекции Вот такие Маленькие Насекомые Клещи Пик заболеваемости Энцефалитом Приходится На весну Конец лета И начало осени Существует Так называемый Клещевой Энцефалит Энцефалит Все мы знаем Что это такое То есть Попросту говоря Это воспаление Головного мозга Вот для Клещевого Энцефалита Характерна Эндемичность Региональная Эндемичность То есть Эндемические районы Таежные Как правило Регионы у нас Север Кировская область Псковская Новгородская И районы Сибири Восточной Западной Вот там Зона действия Клещевого Энцефалита У нас Не характерен Клещевой Энцефалит Потому что Мы не относимся К эндемичному Району То есть Те клещи Которые у нас В лесу живут Это те клещи Которые Так называемые Ксодовые клещи Лесные клещи Но они Являются Переносчиками Болезни Лайма Или Боролиоза Болезнь Лайма Клещевой Боролиоз Инфекционное Заболевание Передающееся Клещами Возбудители Инфекции Попадают В кожу Со слюной Клеща И в течение Нескольких Дней Размножаются После этого Они распространяются На другие Участки Кожи И внутренние Органы В том числе Сердце Головной Мозг Суставы Возбудители В течение Длительного Времени Годами Могут Сохраняться В организме Человека Обуславливая Хроническое И рецидивирующее Течение Заболевания Это поражение И суставов То есть Артерологические Боли Человек Мучается Суставными Болями Воспаления Ходит К ревматологу Совершенно Забыв Как бы Полтора Два Года Назад Его Укусил Клещ И было Неграмотное Удаление Технически Небравильное Удаление Клеща Или Сыпка Какая-то Появляется Опять же Человек Мучается Ходит К ревматологу Присыпки Примочки Всякие Используют Опять же Забыв Об этом То есть Боролиоз Не настолько Страшен Как энцефалит Хотя любая Болезнь страшна Сама по себе Но о ней Надо помнить О боролиозе Об этом И самое главное Что Самое главное То что Нужно применять Меры Превентивной Профилактики Какие на ваш взгляд Самые действенные Меры Профилактики Если человек Идет в лес Надо соответствующим Образум Одеться То есть Одежда Должна быть Прилегающая Там Штаны Заправлены В чулки В носки То есть Не давать Возможности Клещу Попасть на тело Второй момент Конечно Это применение На открытых участках Тела Репеллентов То есть Мы все же Не задрапируемся Под мягкие ткани То есть Банальное Обычное Применение Репеллентов Которые дают Возможность Отпугивать клеща А если мы Все-таки Не убереглись И клещ укусил Что нужно делать Куда обратиться Первично Значит Естественно Надо обратиться В травмпункт Чтобы технически Правильно Был удален клещ А впоследствии То есть В этот же день То есть Не растягивая В это же время Практически В один промежуток Время Обратиться К инфекционисту То есть Для того Чтобы инфекционист Во-первых Инструктировал На что Обращать внимание Ну и Наверное При необходимости Может быть Назначено Превентивное Лечение Это приемы Антибактериальных Препаратов Которые Применяются На самых ранних Стадиях Инфицирования И при этом Происходит Что при этом Просто болезнь Не развивается Говорят Что только 60% Клещей Являются Переносчиками Инфекций 40% Такими Не являются Скажите Может быть Если уж Клещ укусил Вытащить его И все Само пройдет Если Клещ инфицирован А не инфицирован На 60% Соответственно Уже Заражение Произошло Поэтому Сам факт Обращения За медицинской Помощью То есть Понимая О том Что болезнь Легче предупредить Чем лечить Это просто Обязательно На какие Симптомы Нужно Обратить Внимание После Укуса Клеща Покрасение Кожи Вместо Укуса Появление Сыпи Появление Температуры То есть У людей Раннего возраста Детей Младенцев Выраженный Инфекционный Токсикоз То есть Нейрализованная Реакция Организма При этом Дети Лихорады Температурят Отказываются От груди Отказываются От питья То есть Это достаточно Серьезное Состояние Которое Сопровождает Многие Инфекционные Заболевания То есть То что Мы называем Инфекционным Токсикозом Конечно Не стоит Отказываться От общения С природой Из-за страха Быть укушенным Клещом Но предпринять Разумные Способы Защиты Просто Необходимо К действенным Мерам Профилактики Относится Вакцинация Мы проводим Профилактические Прививки Против Энцефалита То есть Для лиц Которые Выезжают Ну Занимаются Экстремальным Туризмом Там сейчас В общем Достаточно Популярное Направление Сибирь В качестве Проведения Отдыха То есть Мы вакцинируем Вакцинируем Против Таежного Энцефалита Вот Так что Пожалуйста Обращайтесь Береженого Как известно Бог бережет Применяя Все доступные Способы Защиты Взрослым Нужно уделять Особое Внимание Детям Если уж Не уберегли При обнаружении Клеща Или места Укуса На теле Ребенка Сразу же Обращайтесь К врачу Не доводите Ситуацию До реанимации С вами была Ирина Ищенко Давайте будем Радоваться Каждому дню Даже если Что-то Не так Как нам Нам бы хотелось Ведь С умения Радоваться Начинается Путь К здоровью У меня все И помните Как говорил Генри Форт Он вывел Точную формулу Качества Качество Это когда Ты все делаешь Правильно Даже если На тебя Никто не смотрит На нас же Лежит особая Ответственность Ведь телевидение Смотрят Все Редактор субтитров Продолжение следует